SCP-3003. Конец истории. Объект номер SCP-3003. Класс объекта Кетер. Особые условия содержания. Персонал, имеющий соответствующий допуск, может просмотреть документ 3003-НРК в приложении, чтобы получить доступ к директивам сдерживаний и планам процедур дальнейшего содержания SCP-3003. Особий SCP-3003-1 и SCP-2 следует содержать в биоисследовательской зоне 12 вместе с несколькими особями других видов с SCP-3003. SCP-3003-1 согласились на назначение одной группы – Комитета по контактам и исследованию Земли в качестве основного способа коммуникации с фондом. SCP-3003-3 согласились запускать порталы в свой родной мир только на территории любой из указанных фондом площадок. В свою очередь фонд назначил рабочую группу SCP-3003, с помощью которой он главным образом общается с SCP-3003, и согласился приложить все усилия для подготовки Земли для интродуцирования SCP-3003-1. На самом деле никаких усилий, направленных на распространение SCP-3003-1, не прилагается. В SCP-3003-3 следует поддерживать уверенность, что Земля загрязнена неизвестным агентом, который делает SCP-3003-1 бесплодными, а население Земли не способными быть носителями SCP-3003-1. Объяснять SCP-3003-3 понятие обмана запрещено, как непосредственно, так и при обстоятельствах, когда ложь может быть легко обнаружена. Мобильно-оперативная группа SAMH-7 предназначена для внедрения в действующие исследовательские проекты SCP-3003-3 с целью задержания исследований, фальсификации информации о Земле и проведения скрытых исследований SCP-3003-4. Несколько членов также отправлены дополнительно проводить антропологические исследования SCP-3003-3 для получения дополнительной информации. Смотрите устав МОК SAMH-7. За членами SCP-3003-3, которые внедрены в исследовательские проекты, проводящиеся фондом, следует вести тщательное наблюдение. Также им не разрешается покидать учреждение фонда или получать доступ к описаниям человеческого общества, которые не одобрены фондом. Во время активности SCP-3003-4 следует соблюдать все части протоколов, описанные в профилактике распространения неаномальных заразных существ во время межпланетарного контакта. Третья редакция. С целью укрепления уверенности среди научного сообщества, что HIP-5694-48 не имеет планетарной системы, следует вести протоколы дезинформации. Описание. SCP-3003 – это планета земного размера, которая вращается вокруг HIP-5394-8, звезды класса G главной последовательности, расположенная на расстоянии 208 световых лет от Земли. На SCP-3003 существует несколько примечательных аномалий, которые получили соответствующие обозначения. SCP-3003-1 являются похожими на жуков организмами, эндермичной SCP-3003, которые паразитируют на людях, когда заражены SCP-3003-2. SCP-3003-2 являются похожими на амебу микроорганизмами, которые заражают людей и SCP-3003-1 и влияют на их поведение. SCP-3003-3 является технологически развитой цивилизацией, обитающей на SCP-3003, на которой обитают коренные жители численностью в 30 миллиардов человек. На каждом из них паразитируют SCP-3003-1. SCP-3003-4 – это устройство, которое позволяет создавать порталы для прохождения между SCP-3003 и Землей. Ниже приведено более детальное описание составляющих SCP-3003. Масса SCP-3003 на 3% больше земной. Период обращения вокруг своей оси равен 30 часам. Орбита HP 5394-8 находится на расстоянии 0.9 астрономических единиц. Колебания температуры на поверхности сравнимы с земными. Большая часть суши, приблизительно 40% потопочной площади, в значительной степени заселена SCP-3003-1 и SCP-3003-1. Большая часть остальной поверхности SCP-3003 была изменена для поддержания жизни SCP-3003-1 и SCP-3003, как прямо, так и косвенно. SCP-3003 имеет биосферу, биохимически совместимую с земной, хотя никакие организмы, кроме людей, не встречаются на обеих планетах сразу. Почти все биологические процессы, которые существуют на Земле, также существуют на SCP-3003 и наоборот. Генетический анализ жизни на SCP-3003 свидетельствует о существовании общего предка, приблизительно 3.1 миллиарда лет назад, от которого в дальнейшем эволюционным путем произошли все остальные виды, в том числе и люди. Есть подозрение, хотя оно не было доказано, что это является результатом какого-то аномального свойства самого SCP-3003. Большинство видов, проживающих на SCP-3003, которые мешали распространению SCP-3003-1, были уничтожены-3 за последние несколько столетий. Риск занесения инвазивных видов из одной среды в другую учитывается текущими условиями содержания. На сегодняшний день удалось избежать вторжения микроорганизмов, однако вероятность наличия инвазивных микроорганизмов не должна недооцениваться. Неизвестно никаких аномальных явлений, которые существуют на SCP-3003, кроме тех, которые описаны в этом документе. Управляющий комитет SCP-3003-3 отрицает наличие каких-либо сведений. SCP-3003-1. Для более детальной биологической и анатомической информации касательно SCP-3003-1, обратитесь к документам SCP-3003 от 1-A0 до D11. SCP-3003-1, которых SCP-3003 называют Марси, обладают характерными чертами общими с жуками. Билатеральную симметрию тела, хитиновый экзоскелет, шесть ножек, крылья и жесткий панцирь. Размер взрослых особей составляет от 2 до 3 сантиметров. SCP-3003-1 способна выделять из отверстия в своем брюшке белковое волокно, схожее с паутиной, местное название шелкат, а также производить едкую жидкость, которая покрывает их тела и защищает их. В природных условиях SCP-3003-1 собирается в рои количеством приблизительно по тысяче особей, которые проводят большую часть жизни в воздухе, питаясь аналогами семян бесчеренковых организмов. Половое размножение происходит в воздухе, пока личинки не созреют, несколько особей из стаи таскают их в одном мешочке. В дикой природе продолжительность жизни SCP-3003-1 достигает приблизительно 15 лет. Заражение SCP-3003-2 резко меняет поведение Тиро-1. Зараженные особи перестают быть зусоциальными и отращивают на голове жало длиной в 3 сантиметра. С наступлением ночи Тиро-1 начинают искать людей и с помощью своего жала вводят в субъекта в сильное паралитическое вещество, которое уменьшает силу сокращения мышц. В этот момент в жертву попадают SCP-3003-2, и их неврологические эффекты начинают проявляться на протяжении следующих 7 минут. На протяжении 3 минут SCP-3003-1 выделяет едкую жидкость из своего жала, которое позволяет расширить это отверстие до размеров, немного превышающих габарита самого Тиро-1. После этого Тиро-1 входит в полость и запечатывает ее со всех сторон с помощью шелкового волокна. Тиро-1 начинает поглощать питательные вещества и выделять отходы, и Тиро-2 через шелковый барьер, который взаимодействует с кровотоком как паразита, так и носителя. Продолжительность жизни в таком состоянии составляет 3 года, при условии, что носитель находится в добром здравии. Для проживания Тиро-1 выделено приблизительно 30% суши SCP-3003. Они обитают в основном в многочисленных заповедниках, созданных по всей планете SCP-3003-3. Эти заповедники представляют из себя искусственные экосистемы, лишенные хищников, которые охотятся на SCP-3003-1 в природе, и содержащие обильную пищу, а также другие виды, введенные для поддержания баланса в экосистеме. SCP-3003-2 – это зукариотный одноклеточный организм, исконно населяющий SCP-3003. Было обнаружено несколько эволюционно близких видов. Эти организмы паразитируют на SCP-3003-1 и на других похожих организмов, вызывая изменения в поведении и физиологии. Ни один из близких видов не демонстрирует аномальных способностей. Предки SCP-3003-2, судя по всему, были подобными организмами. Механизм передачи SCP-3003-2 среди SCP-3003-1 – трансмиссивный, среди людей – гемоконтактный. У людей SCP-3003-2 создают колонии в нервной ткани лобной, теменной и височной областей, превращаясь в нейроподобные клетки, которые создают функционально подобные нервам нейронные пути. В таком состоянии клетки SCP-3003-2 не размножаются. Основными эффектами инфекции SCP-3003-2 являются развитие одержимости создания комфортных условий для SCP-3003-1 и их распространением. Субъекты, зараженные SCP-3003-2, будут в основном заниматься деятельностью, которая, по их мнению, принесет пользу SCP-3003-1. Такие проблемы, как вопросы морали и самосохранения, берутся во внимание только тогда, когда они помогают достижению этой цели. Или когда субъект не знает, каким образом возможно помочь SCP-3003-1. Субъекты ценят как непосредственное распространение SCP-3003-1, так и долгосрочную выживаемость этого вида. Развитие позитивных реакций на стимулы, касающиеся SCP-3003-1. Зараженные субъекты демонстрируют позитивную реакцию на визуальные, обонятельные, слуховые и осязательные стимуляции, которые напоминают SCP-3003-1, и их ростовые характеристики, характерные для их паразитической формы. Выработка условных рефлексов в ограниченной степени способны переносить эти чувства и на другие раздражители. Гиперрациональное поведение. Зараженные субъекты обладают значительно лучшей способностью к рациональному анализу всей доступной информации. Когда дело касается того, как принести наибольшую пользу SCP-3003-1, зараженные субъекты отказываются рассматривать как смысл, так и самовозможность не оказания SCP-3003-1 поддержки. Хотя субъектов можно склонить к рациональному поведению в экстремальных условиях. Рациональный курс действий всегда восстанавливается в течение следующих двух недель. Подавление эмоций. Пораженные субъекты способны испытывать эмоции, но они редко действуют в соответствии с ними и легко отвергают их в свете новой информации. Проявления эмоций часто же преувеличены. SCP-3003-2 не могут размножаться внутри человека, и большинство клеток отмирает на протяжении 30 дней. Полное восстановление достигается на протяжении двух лет после смерти всех клеток. Для постоянного присутствия SCP-3003-2 в организме человека необходимо регулярное введение SCP-3003-2, или чаще всего внедрение SCP-3003-1. SCP-3003-2 отсутствует в диких популяциях SCP-3003-1. Вместо этого берутся особи из содержащихся в неволе популяций, заражаются-2 и подсаживаются к людям. SCP-3003-3. Генетически и физически идентичны людям. Эксперименты показали, что земляне и тиро-3 могут порождать жизнеспособное потомство. Генетическое разнообразие тиро-3 составляет примерно 35% такого разнообразия у людей Земли. Это связано с приблизительно 460 годами селекция, по нескольким признакам, которые делают население SCP-3003 более приспособленным к размещению в них тиро-1, такие как крупное телосложение, большой объем жировой ткани, уменьшенная болевая чувствительность и подобные. А также улучшают состояние здоровья, избавляют от генетических заболеваний и инвалидностей и делают устойчивым к распространенным инфекционным заболеваниям. По состоянию на 24.03.2017 управляющий комитет Тиро-3 инициировал широкомасштабный проект по внедрению искусственных генов Тиро-3 на протяжении следующих 30 лет. Первоначальные цели проекта заключаются в сокращении потребления ресурсов на 30%, выработке иммунитета против земных патогенов и увеличении в 10 раз количества тиро-1, которые могут населять одного субъекта Тиро-3. Предполагается, что этих изменений окажется достаточно для классификации Тиро-3 как отдельного вида. Ни один из субъектов Тиро-3 не был идентифицирован как особь SCP-1719-1. SCP-3003-3. Технологии. Технологии SCP-3003, в особенности SCP-3003-4, не полностью понятны для фонда. Несмотря на то, что это частично может быть объяснено более высоким уровнем развития технологий, Тиро-3 ответили отказом на предложение фонда поделиться различными инженерными и техническими достижениями с целью приспособления Земли для Тиро-1. Полные каталоги технологии Тиро-3 в областях медицины, материаловедения и производства доступны в приложениях 3R, 3S и 3T соответственно. Тиро-3 способны тем или иным образом использовать примерно 1 десятую часть энергии, которую планета получает от HIP 5694-8. Большинство этой энергии собирается с помощью ветряных, солнечных или приливных электростанций, которые располагаются в пустынях и океанах. SCP-3003 в тех ситуациях, когда использование таких методов невозможно или представляет неудобство, используется геотермальная энергия или энергия термоядерного синтеза, в том месте, где это необходимо. SCP-3003-3 разработали несколько рабочих методов термоядерного синтеза, но все они уступают экономической эффективности солнечной энергии в оптимальных условиях. Тиро-3 разработали квантовые компьютеры эксофлопсного класса, которые используются с целью обработки большого объема данных для разработки и проведения государственной политики. Хотя Тиро-3 утверждает, что им удалось создать настоящий искусственный интеллект на базе этих компьютеров, в настоящее время его создание или использование не разрешается, по причинам, которые не были разглашены фонду. Более детальный опрос по этому поводу был встречен враждебным отношением со стороны Тиро-3. Запрет искусственного интеллекта также предотвращает масштабную автоматизацию, за исключением тех случаев, когда из этого можно извлечь исключительную пользу. Кроме того, хоть Тиро-3 и имеют возможность задействовать достаточно продвинутых роботов, для помощи в выполнении большинства задач без нарушения этого запрета, они практически не используются. Сельскохозяйственные культуры, выращиваемые Тиро-3, были обработаны методами генной инженерии для выработки у них повышенной морозостойкости, устойчивости к заболеваниям, эффективным использованием пространства и ресурсов, а также большей питательной ценности. В данный момент в качестве еды культивируется только 13 видов, причем все они являются бесчерешковыми организмами, подобными растениям. Из них создаются основные продукты питания со свойствами, подходящими под разные ситуации. Для этого используются различные методы смешивания и обработки. Тиро-3 запустили различные спутники, предназначенные для исследований и коммуникации. Тиро-3 редко осуществляют космические путешествия, хотя способны к ним. В этой отрасли их технологии не слишком превосходят те, которые имеются в распоряжении фонда. Другие планеты, которые вращаются вокруг ХИП-5894-8, были неоднократно посещены Тиро-3. 11 субъектов проживают в искусственном поселении на третьей от звезды планете на постоянных условиях. SCP-3003-4 – это установка, способная создавать червоточины между собой и любой другой точкой пространства. Тиро-4 занимает приблизительно 113 км2 незанятые территории в полярном регионе. Большая часть установки используется для создания и транспортировки нескольких форм экзотической материи, а также генерации коротких лазерных импульсов мощностью примерно 10 в 14 степени Ватт, с целью стабилизации червоточин, повышения их долговечности и пригодности для перехода. По причинам, которые до сих пор неизвестны фонду, это никак не влияет на целевую локацию, кроме создания межпространственной связи. Каждая активация Тиро-4 требует приблизительно 1 зепто-джоуля энергии. Для сравнения, годовые затраты энергии Земли составляют 0.5 зепто-джоулей, а SCP-3003-3 потребляет порядка 833 зепто-джоулей каждый год. SCP-3003 использует SCP-3003-4 в первую очередь для исследования планет, которые они сочли пригодными для возможной колонизации, хотя они также исследовали возможность использования Тиро-4 для добычи ресурсов. SCP-3003-3 общество. На данный момент проводятся более детальные антропологические исследования SCP-3003-3. Информация в этом документе предназначена для общего обозрения организации Тиро-3. Общие данные. Тиро-3 разговаривают на языке, идентичном земному голландскому, не считая некоторых различий в словаре. Ни один другой исторический язык, на котором разговаривали SCP-3003, не имеет своего аналога в истории Земли. Ни один из этих языков не сохранился до наших дней. Тиро-3 имеют одну доминирующую культуру, к которой относится все население, с небольшими вариациями между районами с разной плотностью населения, климатом и промышленностью. Около 500 лет назад, перед проявлением паразитических форм Тиро-1, Тиро-3 были обычным торговым обществом. Дальнейшие события привели к ассимиляции или уничтожению приблизительно 7000 других культур, которые существовали в то время. Остальные были уничтожены в ходе экологического коллапса 1712 года, который произошел в том числе из-за произведенной Тиро-3 тотальной ликвидации основных видов, которые охотились на Тиро-1. 95% Тиро-3 живут в городской черте. Средняя численность населения каждого города равна приблизительно 30 миллионам. Города расположены, как правило, в местах с мягким климатом, которые находятся далеко от береговой линии, активных вулканов или активных границ, тектонических плит. Города, построенные Тиро-3, очень замкнуты, размещены на одной почти ровной поверхности, на которой выращивают продовольственные культуры и некоторые биоматериалы. Города спроектированы с целью максимальной продуктивности. Кроме того, разные поверхности покрываются материалом, который имитирует внешний вид и текстуру Тиро-1. Это используется как общественное развлечение. Комментарий. Некоторые мои коллеги были вынуждены переехать в сельскую местность после нескольких дней проживания в одном из городов Тиро-3. Многочисленные коридоры и улицы этих городов порядком уже, чем коридоры офисного здания на земле, а людей там намного больше. Посетители с земли рискуют пострадать от развития клаустрофобии или аграфобии. К тому же указатели «вы находитесь здесь» встречаются нечасто, так как предполагается, что житель в любой момент времени знает, где находится. Необходимо быть очень внимательным, чтобы не заблудиться. Предварительный отчет доктора Шаха. Остальная часть SCP-3003-1 живет в сельской местности. Им поручено контролировать и поддерживать климат и биосферу SCP-3003, а также работать во вспомогательных отраслях сельского хозяйства, добыча полезных ископаемых и производства материалов. Организация и архитектура каждой сельской общины спланирована так, чтобы максимально соответствовать ее главным профессиональным обязанностям. Условия проживания. Дети 3003-3 воспитываются группами размером от 100 до 300 человек, специалистами в области здравоохранения и образования. Людям SCP-3003-3 впервые имплантируют особи-1 в возрасте от 15 до 18 месяцев, в зависимости от размеров и состояния здоровья. Дополнительные экземпляры-1 имплантируются по мере взросления человека. На момент достижения 17 лет в каждом человеке находится приблизительно 1 экземпляр-1 на 3 кг массы тела. Последующие-1 имплантируют только для замены погибших экземпляров. Регулярные медицинские вмешательства требуются для смягчения неблагоприятных последствий, связанных с такой степенью зараженности паразитами. Комментарий. Сегодня утром я споткнулся о кабеле, когда наблюдал за работниками на фабрике. Сразу после этого 2-3, которые находились рядом, попробовали отвезти меня в ближайшее медицинское учреждение. Сначала они были очень удивлены моим нежеланием пойти с ними, но в конце концов я переубедил их, что не нуждаюсь в их помощи. Они объяснили мне причины своих действий. Как выяснилось, невнимательность, усталость и стресс – это симптомы заболевания, которые в большинстве случаев являются последствием чрезмерного заражения Марси. Любое нетипичное поведение с моей стороны или со стороны других сотрудников фонда тайно загружается в базу данных, по которой отслеживаются наше здоровье и деятельность. Того, что я споткнулся о кабеле, видимо, было достаточно, чтобы меня пометили. Я даже не замечал, как за мной следили. Полевые заметки доктора Ирнандеса. Ментальные и физические возможности и таланты каждого человека-3 с детства регулярно оцениваются различными способами. Эта информация используется для распределения профессий, образования, жилой площади и потребностей в области здравоохранения. Взрослые работают в среднем по 10 часов в день, а все оставшееся время тратят на самоподдержание, отдых, питание и тренировки. Получение образования в разных областях и различные развлечения. Эти развлечения связаны по большей части с получением стимулов, относящихся к Тире-1. Чаще всего это включает в себя касание опухолей, которые вызваны их паразитированием, как на собственном теле, так и на чужом. А также прослушивание аудиозаписей Роев Тире-1. Ношением одежды, которая покрывает все тело и имитирует текстуру тела, похожую на Тире-1. И посещением инсектариев с SCP-3003-1. Комментарий. Ношение накладных шишек Марси. Это палка о двух концах. Да, красной повязки и приказа от управляющего комитета хватило, чтобы Тире-3 не уволокли меня немедленно на извлечение органов. Однако фальшивые опухоли кардинально снижают затаенную враждебность и бытовое презрение к тем, кто не носит в себе Тире-1. Что касается недостатков, несколько раз в день я случайно сталкивался с теми, кто от нечего делать пытался позабавить себя взаимным касанием опухолей. Я понимаю, что мы именно тем и обосновываем накладывание опухолей, что якобы хотим испытать такое же к себе отношение. Но само по себе тактильное ощущение, мягко говоря, омерзительное. Мне надо поискать что-то наподобие знака, давай попозже. Полевые заметки доктора Марина. Социальная организация. Большинство решений относительно содержания SCP-3003, жизнь ее населения и повседневной деятельности Тире-3, принимаются компьютерными программами, предназначенными для исполнения этих задач. Вмешательство со стороны человека обычно ограничивается разработкой и поддержанием этих программ и получением исходных данных. Политическая система Тире-3 не имеет ничего общего с политическими системами Земли, как с нынешними, так и с прошлыми. Управляющий комитет занимается только сбором и анализом разнообразных отчетов с целью обнаружения потенциально новых вариантов разрешения ситуации, в которых вышеупомянутые программы не могут справиться должным образом. Их заключение транслируется всему населению, которое соглашается с ними по собственному желанию. Прямое взаимодействие между членами общества Тире-3 обычно происходит в контексте их профессиональных обязанностей и используется практически только для координации деятельности или обмена полезной информацией. Это может применяться для содержания аномалии, поскольку Тире-3 имеют опыт общения только с себе подобными. Они практически не знакомы с концепцией обмана, потому что он не имеет смысла в обществе Тире-3. Поэтому, если сообщить им какую-нибудь информацию, то вероятность того, что ее будут проверять, крайне мала. Однако, тестирование показало, что субъекты Тире-3 способны в полной мере понять идею обмана после того, как им ее объяснить. Комментарии. Субъекты Тире-3 очень плохие собеседники. Это влияет на общее психическое состояние моей исследовательской группы больше, чем что-либо другое. Отсутствие эмоциональной или концептуальной глубины среди населения, а также то, как они гипертрофированно выражают те эмоции, которые у них все-таки имеют место быть, создает впечатление, что вы общаетесь с большими, очень грамотными детьми. Сугубо утилитарный характер их общения приводит к тому, что они, как правило, теряют нить разговора после пары предложений, так как предполагают, что вернутся к работе, а вы получите информацию от кого-то другого. Они совсем не понимают любезности, и как-то раз, когда я пытался завязать с ними беседу, меня отправили провериться на инсульт. В отличие от любого общества, с которым мне приходилось сталкиваться, или про который я читал за свою карьеру, кажется, что какие-либо личные связи между членами нашего общества и Тире-3 невозможно. Я даже не нашел способ эффективно объяснить им понятие дружбы, и, честно говоря, у нас с ними нет общих интересов. Конечно, они не роботы, но это сложно, потому что их индивидуальность заключается лишь в том, как они по-разному любят Марси. Тот, с кем я сплю рядом, рисует Марси на столбике кровати, если один из них погибает. Доктор, который живет дальше по коридору, вырезает мешочки Марси с тел умерших и коллекционирует их. Как-то раз я встретил архитектора, который пишет фантастические рассказы про жизнь Марси в дикой природе. Также я встретил двух фермеров, которые соревновались в том, кто запомнит больший фрагмент генетического кода Марси. Они поставили всю свою идентичность вокруг этого дерьма. Возвращаясь к этому после хорошего сна, скажу следующее. Написанное выше следует воспринимать скорее как проявление досады и культурного шока, чем обоснованным наблюдением. Хотя в целом это точно описывает ситуацию. Мне было бы легче оставаться в себе, если бы у меня была возможность регулярно выходить на связь с Землей. Последующие дежурства должны быть ограничены двумя неделями. И или все посетители Земли также должны находиться в одном месте. Текущие условия невыносимы. Личные записи доктора Эрнандеса. Отклонения Отклонения от социальных стандартов является крайне нетипичным для тире-3. Причем большая часть задокументированных случаев связана с ранее неидентифицированными нервными расстройствами или неполным заражением тире-2. Члены общества с отклонениями от нормы, как правило, усмиряются другими субъектами, которые оказываются неподалеку и направляются в ближайшее соответствующее учреждение для осмотра и потенциального УДАЛЕНО. Комментарий удален. За исключением отношения к людям с отклонениями и субъектам с пожизненной инвалидностью, тире-3 демонстрирует отсутствие какого-либо значительного агрессивного поведения. Сами субъекты объясняют это наличием тире-1 в своих телах и тем вкладам, которые они делают в общество. Следуя этой логике, они отказываются приносить один другому вред или присваивать какой-либо социальный статус. То же самое побуждает их обеспечивать каждому члену общества его физические потребности. Когда же субъект больше не подходит по критериям SCP-3003-3, ему перекрывается доступ к ресурсам. В тех случаях, когда из-за болезни, старости или отклонений от нормы кто-нибудь оказывается неспособным отвечать требованиям общества, ткани их тела собираются и используются для трансплантации. Они способны выращивать органы в лабораториях, но такой метод эффективнее. К тому же часть таких субъектов сохраняется для медицинских экспериментов. Вы поймете общий характер таких экспериментов, если вы знаете, что в подобных случаях делали ученые с Земли с теми, чья жизнь не представляла для них ценности. Тот факт, что каждого из них ждет чрезвычайно болезненная смерть во время извлечения органов, очевидно является общеизвестным у ТИРА-3, как и тот факт, что это облегчает нагрузку на учреждение выращивания ткани на 27,8%. Полевые заметки доктора Буна. Документ 3003 НРК. Требуется допуск 4-3003. Были рассмотрены различные предложения относительно нейтрализации угрозы от SCP-3003. Пока не представится возможность практически реализовать одно или несколько из этих предложений, сдерживание SCP-3003 в первую очередь заключается в поддержке стабильных дипломатических отношений с ТИРА-3, с откладыванием начала военных действий настолько, насколько это возможно. Под воздействием SCP-3003-2, SCP-3003-3 проявили заинтересованность в использовании Земли и ее населения в качестве платформы для распространения ТИРА-1. Предполагается, что это будет заключаться в применении изменений, которые уже были осуществлены на SCP-3003-3, а также использовании аномалий для распространения ТИРА-1. Учитывая большое количество населения, технологический уровень и способность координации, военное столкновение между ТИРА-3 и всеми нациями Земли неизбежно приведет к победе ТИРА-3. Решением 10-3 Совет Смотрителей О5 одобрил план нейтрализации угрозы, который представляет собой SCP-3003-3. Несколько стратегий вложены в приложение ЭДРК-1. Большинство из них требует уничтожения SCP-3003-4 для предотвращения эвакуации и для того, чтобы использованный метод уничтожения не затронул еще и Землю. Согласно оценкам управляющего комитета, SCP-3003-3 через 30 лет ТИРА-3 будут способны к терраформированию планет для создания жилых зон среди других звезд. Если это произойдет, то ликвидация угрозы от SCP-3003-3 станет невозможной. Приложение. Выдержка из предварительного отчета, предоставленная доктором Шахом, в котором было задокументировано атипичное поведение субъекта ТИРА-3. Полтора часа назад я остался наедине с субъектом ТИРА-3 в лифте. Сразу после того, как двери закрылись, субъект вытянул панель из стены и выдернул несколько проводов, после чего лифт остановился. Затем у нас был разговор, который мне посчастливилось записать. Я. Что вы делаете? Субъект. Мне надо несколько минут, чтобы побыть наедине. И я не хочу устраивать сцену. Я. Пауза. Что такое? Субъект. Ты быстро уловил мысль. Я. Что-то, что умеет адаптироваться к новым ситуациям. В вашем случае я заметил образы мышления и манеры речи, которые не присутствуют на моей планете. И я сделал их своими. Пять сотен лет назад я нашел двуногих существ с безграничным потенциалом. Я сделал их своими. Я. Пауза. Да, кажется, я понимаю. Субъект. Не говори мне, что вы, увидев микроба, формирующего активные нейронные сети, не думали, что он, возможно, имеет свои мысли. Я. Было бы неплохо, если бы вы подали нам какой-нибудь знак, что вы находитесь тут. Некоторые подобные вам находятся у нас на Земле. Один из них мог бы поговорить с нашими учеными. Они больше подходят... Субъект. Перебивает. Это не займет много времени. Есть одна мысль, которую я хочу поделиться с вами. Я. Практически. Лифтовая презентация. Ну, хорошо, я слушаю. Субъект. Прекратите. Я. Что? Простите? Субъект. Прекратите ваше сопротивление. Наши люди не скрывают своего желания сделать вашу планету нашей. И я заметил, что вы не очень заинтересованы в этом. И не говорите мне, что вы не способны мне подчиниться. Я ни чуточки не верю в то, что ваша планета каким-то магическим образом не восприимчива ко мне и непригодна для жуков. Я. Предположим, вы правы. Но почему мы должны вам подчиниться? Субъект. Учитывая ценности вашего общества, у меня есть много чего вам предложить. Вы устали от войн и конфликтов? Я могу дать вам одну цель и избавить вас от искушений отклоняться от нее. Вы цените человеческую жизнь и желаете этического отношения к каждому, не так ли? Вы уже знаете, что у нас нет жестокости, ненависти, обмана, потому что я ценю каждого. Вы хотите благополучия? Эти люди счастливы служить мне и чувствовать меня. Дефицит? Это не проблема здесь. Я. Я видел, что они делают со старыми и больными, и с теми, кто отличаются от них. Я знаю, что они сделали с другими народами, которые жили до этой планеты. Я знаю, что они делали с младенцами, пока не выяснили, что надо выждать один год. Субъект. Если вы настаиваете именно на этом, то я могу измениться. Уж в чем, а в умении приспособиться, мне точно не откажешь. Я. Сомневаюсь, что по вопросу, делать ли из нас инструменты для выращивания сраных жуков, у вас будет такая же гибкость. Субъект. Думаю, я тоже вправе кое на чем настаивать. Я предлагаю решить все ваши проблемы, которые вас беспокоят. Ваш мир. Почему ты мне мешаешь? Ты сам-то знаешь? Тишина. Субъект. Хорошо, у вас есть выбор, впустить меня или нет. Но через 30 лет у вас его не будет. С вами могут обойтись мягко. Я. Пауза. Вам же всегда мало. Куда бы вы не дотянулись, чего бы вы не достигли, сколько бы марси не расплодили, вы не остановитесь. Если на пути возникает препятствие, ищите пути обхода. Можно и кровавый, если надо. Такого не должно быть. Все должно когда-то кончиться. Субъект. Вы хотите поговорить про конец? Весь смысл в том, чтобы избежать конца. Такие уж мы по натуре. По-разному пытаемся отсрочить конец. Вы знаете, в чем настоящая разница между нами? Я. Ну и в чем же? Субъект. Вы пытаетесь защитить себя от конца. Смириться с ним. Как-то отвлечься. Но рано или поздно он для вас настанет. Я же со своей стороны утверждаюсь, чтобы после меня ничего не осталось. Ничего, что бы могло меня остановить. Я и есть конец. После этого лифтер открыл двери. Субъект, с которым я разговаривал, удалился. Мне не удалось найти его еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...